Друзья мои, всем огромный привет! Спасибо большое, что вы на моем канале. Кто со мной не знаком, зовут меня Дмитрий. И сегодня у нас с вами будет сравнение ароматов. Расскажу, в чем сама суть дела. Вот буквально недавно, на днях, я когда вам презентовал новый аромат Enbracar, и помните, я говорил, что некоторые из них на что-то похожи. И меня поразило сходство аромата Небесный Гербаль Удивительный Сад, вот такая вот новиночка, вот она, я вам сейчас еще раз ее покажу, познакомлю вас с ней, с ароматом от Hermes Сад на берегу Нила. Вот этот аромат, да, вот с ним. Помните, да, как-то я говорил, что очень похожи. Вы знаете, я потом, после того, как выпустил этот ролик, немножко смутился, думаю, может быть, я ошибся, надо бы его вспомнить. Но дело в том, что я Hermes очень хорошо знаю, и он у меня стоит, ну, скажем так, на полочке одним из самых любимейших ароматов. Вот. Ну, сами понимаете, да, можно немножко как-то запутаться, или немножечко неправильно передать вам смысл. Так вот, после того, как я выпустил этот ролик с презентацией, я вновь послушал именно Hermes, и понял, что я не ошибся, что они реально выполнены, вот эти два аромата на одном, я бы сказал, на одном дыхании, по одному мотиву. То есть, не вот, нет, я не скажу, что они прям точь-точь там 100% похожи друг на друга, или же у них прям вот пеноминальные сходства, они сделаны как бы в одной мотивации, да, по одному сценарию выпущенные, с одним отголоском, да, с какой-то, с одной подачей. Вот. Только этот аромат был выпущен в 2005 году, модным домом Hermes. А этот аромат был выпущен буквально от нескольких дней модным домом Bracard. Вот так. Но, я вам честно скажу, сходство просто вот для меня, честно говоря, поразило. Хотя в них очень разные ноты, по большому счету, если понимать ноты вот этого аромата и этого аромата, они должны звучать абсолютно по-разному. Но старт у них одинаковый. Начало, старт, аккорды. Я очень долго принюхивался, я очень долго как бы вклинивался, да, вот в середину, в саму сущность. Что останется, когда немножко ароматы осядут, когда они ко мне привыкнут, когда они начнут вот свой этот перелив красок. Но вы знаете, ничего кроме вот сходства я в них не нашел. Да, повторюсь, что не стопроцентно на одном мотиве, на одном дыхании они сделаны, но сходство у них и для меня потрясающее. Вот именно на мой взгляд. Вот давайте я сейчас при вас их опять же сравню. Опять же вам расскажу про их ноты, ну, чтобы немножко тогда освежить в памяти. Кстати, у кого есть вот эти два замечательных аромата, вот, пожалуйста, сравните, напишите мне в комментариях, и, пожалуйста, вот, ну, ваше мнение, да, потому что вот, ну, для меня это вот, как бы вот это заменитель вот этого, да, то есть если учесть то, что Эрмес стоит от 6 тысяч, ну, там, 100 рублей, там, до 7, от 6 до 7, то вот это 370 рублей, да, и кто себе не может позволить Эрмес, можно спокойно заменить его вот этим, именно заменить, подчеркиваю, хотя они особо не похожи, но сделали вот на одном мотиве. Ну, смотрите, вот, да, опять же, вот, Эрмес выпущен в 2005 году, как я уже говорил, да, кстати, и он до сих пор производится, это о чем говорит? Это говорит о том, что он пользуется популярностью среди любителей парфюмерии, правильно? То есть если бы он, ну, не взошел, там, или, там, что-то бы с ним случилось, его по каким-либо причинам сняли бы с производства. Ну, хотя, в принципе, их могут снять и так, вот, допустим, да, ну, не пошло, там, или еще что-то, не знаю почему, бывает такое, да, что хорошие композиции снимаются, но не суть, я именно в том, что он до сих пор в производстве, он до сих пор в продаже, то есть 17 лет аромату, и он до сих пор производится и продается. То есть, значит, он пользуется популярностью, что меня очень радует, понимаете? Вот, и вот этот ароматный, вот эта ароматная композиция Эрмез, да, вот сама, а, кстати, да, вот посмотрите, еще забыл вам сказать, у них практически чем-то похожи даже рисунки на коробках. Посмотрите, да, вот здесь лилия водяная, да, а здесь вот такой вот зеленый такой вот, как это, зеленый сад, как это правильно назвать, да, просто, в принципе, гербариум вот этот переводится, как небесный гербариум удивительный сад. Ну, в принципе, они чем-то даже похожи, да, вот по своему, по изделию упаковки, ну, и, в принципе, и жидкости сами похожи, да, то есть такого, ну, здесь, конечно, вот у Эрмеза здесь такой зеленоватый сам флакон, а здесь зеленоватая жидкость, но так вот они, в принципе, тоже похожи, да, вот если так вот не особо не смотрятся так вот, но если издалека, то, в принципе, поэтому я говорю, что на один манер, на один мотив сделан, даже чем-то крышечки совпадали. То есть, не скажу, опять же, что перейдем, но, ну, да ладно, давайте, не буду вас слишком сильно томить, давайте про Эрмез, потом про гербариум и сравнивать будем. Ну, это вот яркий весенний аромат, да, и, кстати, по замыслу создателей, он должен быть свежим, чуть пьянящим и кружащим голову, а этот аромат, он придает ощущение свежести трав, такой вот, как это, аромат сочных фруктов и ягод, но здесь ягод как таковых нет, но так описывает производитель. Здесь же, опять же, претливается, вот в этом аромате дверь в мир, где царит яркая феерия волнующих летних запахов, да, то есть, как говорится, капли росли на молодой листве, там, утром в саду, вот такой вот свежий аромат разнотравья, нежность первоцветов и так далее, то есть, аромат весны. Ну, это, собственно говоря, тоже, да. Но, теперь давайте перейдем к самим нотам. Здесь у нас в основе лежат фруктовые ноты зеленого манго, как бы, да, но, опять же, здесь еще присутствует сочность и насыщенность, ну, вот, самому аромату, да, придают запахи грейпфрута, цветка лотоса того же, древесные ноты платана, дымка ароматного камыша и ладан. Ну, уже стоит задуматься, потому что ладан, он должен немножко отяжелять аромат. Ну, это, опять же, мое мнение, может быть, вы не согласитесь. А в этом аромате у нас здесь просто реально такие весенние разнотравия, как правильно их описал парфюмер. Кстати, над ним работал парфюмер Патрис Мартен, ну, чтобы вам напомнить. Вот здесь аромат разнотравий. Здесь, кстати, тоже. Но здесь очень такие отличающиеся от этого ноты, что я вот не могу понять, как такую вот красоту удалось произвести из такого сочетания нот. Давайте перейдем к нотам и перейдем к ознакомлению, к сравнению. Значит, здесь в нотах, вначале у нас звучит грейпфрут, зеленая манга, морковь и томат. Заметьте, морковь и томат. Да? Я сейчас доведу до этого. Сейчас вы узнаете, так почему я вот... Будет моя такая вот удивленность. Дальше у нас здесь в сердце у нас гиацинт, цветок лотоса, пион, ароматный тростник, ну, тот же самый камыш. И в шлейфе ладана древесина платана. Что к платану, я не знаю, вот честно вам скажу. Здесь, вот в этом аромате, у нас лимон, клевер, мята, зеленый чай, ландыш, цикламен и мускус. То есть, согласитесь, ноты разные. Но созвучие, опять же, повторюсь, направление. И композиция сделана в одном стиле, в одной манере, в одном таком вот обиходе. Что касаемо, опять же, писания Эрмеса. Вот честно вам скажу, я не знаю, как здесь вообще оказались морковь и томат. Как бы, да. Тот же самый пион, тот же самый ладан, когда этот аромат звучит тем же самым разнотравием, той же самой нежностью летним. Вот этим вот, как бы, да, травой после росы. Или, наоборот, мокрой травой какой-то. Вот. Может даже немножко здесь показаться и после того, как он осаживается на тело, чуть-чуть скошенности такой травы есть. Чуть-чуть, да, он придает еще этому аромату такой вот грейпфрутовая, не кислинка, а вот внутренность. Да, какая-то вот эта вот терпковатость, как это, кисло-сладкость, что ли, вот такая вот, далекенькая, такая кислосладостность. Кисло-сладостность. Вот. То есть, если представить, да, вкус грейпфрута, то он здесь присутствует. Хотя есть и горький грейпфрут. Ну, вот что-то такое вот здесь вот так вот перемешано. То есть, в принципе, цитрусы можно уловить и, ну, в основном, разнотравья. Но каким образом здесь очутился томат? Может быть, производитель имел в виду лист томата? Тогда я поверю. Как бы, да, потому что лист томата, он тоже такой своеобразный имеет оттенок. Но морковь здесь какого перепуга? Позвольте спросить. Заблудилась, что ли, пришла сюда? Не знаю. То же самое Ладан. Вот как, может быть, Ладан вот в этой прелести? Вот вы мне расскажите. Может, я чего не понимаю. Или... Не могу сказать. Вот честно. Вот правда. Цветы лолтаса, да, поверю. Грейпфрут, да. Соглашу. Зеленый манго, хорошо. Пусть будет. Но, простите, с какого перепуга здесь морковь оказалась? Вот это большая-большая загадка и очень большой вопрос для меня, во всяком случае. Но сделано потрясающе. Просто вот... Я вам говорю, он у меня в любимчиках. Вот. Ну вот, честно говоря, я не знаю, что они имеют в виду под морковью. Ботва морковная, но, на мой взгляд, она не пахнет. Может, я ошибаюсь, но все равно морковки все равно сладковатый, вкусный, никак не такой вот, да, вот, не зеленый. Не знаю. Вот здесь меня вот просто... Понимаете, почему я про него долго говорю? Вот это вот именно нота томата и нота моркови вот поставила в тупик. Как можно было создать вот эту прелесть вот с этими двумя... Даже тремя еще ладан. Ладан сюда, если приплюсовать. То есть как можно было создать вот эту вот прелесть, включая в композицию вот эти три ноты, которые, на мой взгляд, ну, вообще сюда, ну, ни с какого бока припека, простите меня, ну, никак они сюда не вписываются. Ни в какой поворот. Вот как. Ну, значит, удалось. Ну, вот, опять же. Нет, я не хочу сказать плохо, наоборот, меня это восхищает, меня это удивляет, радостно удивляет, да, потому что, ну, вот, оказывается, что можно из моркови, с томатом, да, сделать такую вот прелесть. Интересно, если свеклу добавить, так же будет звучать. Вот. Ну, вот здесь, да, здесь вот я явно всегда вот слышу вот этот вот и клевер тут есть, и мята. Ну, сейчас мы с вами послушаем их. И зеленый чай, и ландыш, здесь все на своих местах. Ну, давайте, не буду вас томить, давайте я сейчас нанесу оба аромата на ватные диски, и вот вам расскажу, что почем и что с чем едят. Сейчас, одну секунду. Значит, сюда мы наносим эрмез, бомба. А сюда мы наносим гербариум. Ну, друзья мои, вот эрмез, вот гербариум. Ну, один мотив, один мотив. Я бы, знаете, даже сказал, что вот это, вот если брать музыкальным языком, я бы сказал, что вот это даже ремикс. Вот этого. Такой танцевальный ремикс. Вообще, я не скажу, что прям 100% попадание, я не скажу, что вот этот аромат, клон вот этого аромата, но совпадение, просто вот, мотивация одна и та же. Звучение такое же легкое, звучение такое же травяное. Вот цитрусовость присутствует, вот эта травка зеленая присутствует. Здесь то же самое. То есть вот в этом аромате, в аромате, в аромате никакой, вот я ни морковки, ни томата не слышу. Если вот, опять же повторюсь, да, если создатель, то бишь парфюмер, имел в виду томатную ботву, то она, да, она как-то может быть переплетается с теми остальными ингредиентами, которые присутствуют в этом аромате. Но если имеется в виду сам плод, томат, мне кажется, он сюда вообще ни с какого бока. Ну, нет, здесь даже намека на томат нет. Про морковь я вообще молчу с ладаном вместе. Это вообще... Здесь никакого мускуса. Здесь вот отчетливо слышен лимон, клевер, да, вот это вот клеверское, вот это вот цветок клевер, да, вот этот. Зеленый чай, ландыш и где-то там далеки мятка. То есть никакого мускуса здесь в априоре не существует. На мой взгляд, не существует. Не могу сказать, причем самое интересное, что я когда вчера их мало того, что наносил на себя, их разнашивал, у них обоих феноменальная стойкость. Ну, как феноменальная, то есть для бюджетного аромата. Я его слышал на себе, но сейчас вам скажу, но часа четыре точно. Этот, естественно, побольше, потому что это люкс, он был куплен за приличные деньги. Он давно уже у нас в семье, он уже где-то, может быть, года четыре. Тогда я его покупал что-то в районе пять восемьсот, что я сейчас не помню. Он где-то за такие деньги его брал. Это было давно, как бы, да, но он стоил тех денег. Вот. То есть, как бы, да, то есть, понимаете, да, то есть, если, допустим, кто-то не может себе позволить оригинал Эрмеса, можно спокойно заменить вот этим. И он также будет красиво, благородно звучать. Единственное, его нужно будет, как бы, ну, подбавлять как-то немножко, ну, наверное, носить с собой, там, ну, чтобы себя немножечко, опять же, да, обогащать этим ароматом. Ну, в принципе, он сделан там вот так, настолько узенький, фуфырик, и небольшой, что в сумочку в любую ему лезть, даже в карман, я бы сказал, вместо мобильника положить. В принципе, задумка, вот по поводу задумки. Задумка, кстати, потрясающая. Классная задумка, чтобы сделать такое сходство, такое вот обличие, такое вот превосходство. Вот молодцы. Очень хорошая задумка. Я, помните, как-то говорил, что я противник того, что вот бюджетные там какие-то компании или еще кто-то создают клоны или создают версии. Вы знаете, я вынужден себе как бы отказаться в своем мнении. Я только сейчас начал понимать, что это довольно-таки неплохо, потому что об этом, кстати, я сниму отдельный ролик, мы с вами об этом говорим, да, то есть поговорим, просто будет такой болтологический влог у меня, да, мы с вами пообщаемся, что лучше, бюджетный аромат или дорогой люкс. Почему, я вам сейчас объясню. Так как раз и залезу наперед, скажем так. Ну, не каждый из нас, да, с вами может позволить купить себе дорогушку, игрушку-дорогушку, да, но каждый может позволить себе купить заменитель, который стоит в десятки раз дешевле оригинала. Вот, и, ну, даже если у него столько, там, 4 часа, но это не говорит о том, что он плохой. Нет, он не слетает через 15 минут, еще как-то он не развеивается, у него шлейф есть, у него, вот, я говорю, 4 часа его хватает вполне, он потом потихоньку, он не сразу слетает через 4 часа, он примерно потихонечку начинает угасать, но добавьте его и все, 370 рублей, ребят, девушки, ну, как бы, да, я считаю, что об этом говорить даже не нужно. Вот, и вот я говорю, вот, было мое удивление, что реальная направленность вот этих ароматов очень схожа, что меня очень, собственно говоря, радует, потому что мне нравятся оба аромата, и оба аромата теперь будут моими любимчиками, но этот и есть в любимчиках, этот будет вдобавок к нему, и тоже я его поставлю в отдельную позицию к моим любимым ароматам, которые я практически всегда ношу, ну, как бы, этот почему полный, потому что есть еще другие, которые я доношу, но в этом году, этим летом, я его разношу обязательно, хотя другой стороны путь стоит, каши не просят, и ладно, вот, разносим вот этот, и посмотрим, какая будет реакция, кстати, этот аромат великолепно подойдет для жарких стран, для жарких, нашего, для жаркого российского климата, ну, в тропике можно, то есть, если я в этом году опять уеду в Геленджик, я обязательно возьму его с собой, потому что он там очень даже подойдет, вот, ну, как-то так, друзья мои, ну вот, мы сделали с вами сравнение, такая вот у меня получилась загадка с несколькими неизвестными, вот в этом плане, в плане создания ароматов, что касаемо нот, вот, честно говоря, я был удивлен, но меня радует то, что направленный стаж, повторюсь, ну, вот они звучат до сих пор, вот сколько времени мы с вами болтаем, они не собираются меня никуда отпускать, вот что меня радует, вообще не собираются, и не оба держатся на одном уровне, и они оба на ватных дисках сидят, так как я, в принципе, даже и не ожидал, оба хороши собой, оба на одном дыхании, на одном направлении, вот, ладненько, не буду вас слишком долго томить, спасибо большое, дорогие мои, что были сегодня со мной, спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за ваши лайки, за комментарии, за отзывы, оставайтесь всегда на позитиве, берегите себя, берегите родных, близких, берегите здоровье, это сейчас крайне необходимо, ну, и будьте такими же дружелюбными, как вы есть, спасибо вам огромное, всех люблю, всех обнимаю, всем до новых встреч, всем пока.